Я знал, что через несколько недель мне нужно будет повторить этот путь и другие съемки и уже отправиться непосредственно в центр болот, не в леса, а на болот, на болот на территории. Давайте посмотрим. Небольшой вопрос, я не знаю, как бы много науки. Почему болот называется верховым? Потому что питание, его рог немножко упрощает, происходит только под приемлем осадков, которые падают с неба, верховое питание, так называемое. И вот когда-то, 10 тысяч лет назад, вот в котловину, которая образовалась после ледника, и рядом, видите, такие поднятия небольшие, она заполнилась той самой талой водой, которая после таяния ледника образовалась. Это небольшое молотоводное озеро, и там начался процесс заболачивания. Сначала были ухи, шайники, потом образовалась небольшая прорядистая растительность. И вот, в этом районе 4 тысяч лет назад, ухи уже заполнили всю эту плавину, сравниваясь по уровню снега. Где-то остались какие-то озерки. А сейчас, через 10 тысяч лет, в современное время, ухи наросли так, что образовался купол, и падая рассадки на этот купол, они стекают вниз. Они стекают вниз, а когда эта система болотная огромная, то есть помните, на втором слайде было где-то 70 на 40 километров, вот это так. Когда эта система огромная, там получаются какие-то связи между ними, то есть из озер текают речки, потом на речке она расстается плавиво, получается подмаховаренька, где-то она потекла вправо, где-то влево. То есть это все такая очень сложная система получается, которая живет своей жизнью. Я называю вообще болотную жилой. Это как будто мы ходим по какой-то огромной губке, которая живет по своим законам. Вот сейчас мы посмотрим, как по нашим рассказам болотную нарисовали художник по нынешнему географику. То есть видите, характерная такая вот территория, это примерно разрез такой, поперек молота, лес, потом идет переходный топ, это, так сказать, закрайки, самый влажный, обычно, с которым все скатывается, там вниз, и там перед минеральным перегом накапливается, там очень токко, там нужно быть внимательным. Потом идет какие-то острова. То есть видите, наверху, что в песчаный гряд образовался лес, болото поднялось, и фактически эти острова закрыли. Вершина, где растет лес, озеро, еще один остров. Вот так примерно выглядит болото в развитии. Ну и не больше всем этим, где 4, где 5, где 7, где 8, где 1 метр, это толщина махла, это что-то какого-то слоя, это живут ситуации, такое, которое живет своей жизнью. Вот примерно маршруты, которые были пройдены в предыдущей экспедиции. Есть одно белое пятно, очень далеко от границы Минерального берега, где за последние 30-40 лет люди практически никогда не бывали. И сотрудники с поведением не всегда даже могли себе представить, что же там происходит. и вместе с сотрудниками, в том числе и с директором, мы туда отправим, для того, чтобы выяснить, что там происходит, что там такое происходит, как это все выглядит. Начало обычно происходит, где-нибудь с края борода начинается экспедиция. Вот в данном случае так можно увидеть во время с метровой мыши, которая построена на одной из островов. Я думаю, некоторые люди, кто здесь присутствует в зале, видели этот пейзаж. Я, по крайней мере, раз, два, три, четыре, пять, шесть человек вижу, кто видел этот пейзаж. Вот. И на краю болота мы еще можем увидеть птиц, которые характерны для леса, для лесной зоны. Скворцы мы считаем обычно такими деревенскими, домашними, ну, полудомашними, жителями этапогенных ландшафтов. Оказывается, это не всегда так, но вот на краю болота можно увидеть последних, так сказать, скажем так, материковых. Удаляясь сюда, дальше, минерального берега, мы попадаем в царство лесковосных сосен. И пушица, которая цвела ясными желтыми цветками, сейчас такими белыми шапками, которые постоянно колышутся на ветром. Это раннее утро, туман. Бровода испаряет свою воду, нагревается, происходит туман. Потом солнце осевит, все это делает, буквально в полчаса слетает. И можно путешествовать дальше. Главное, выбирая свой маршрут, не попасть вот в такую вот штуку. Эти вот, эти травинки, и спички, это стволы березов при довольно большей высоты. Так сказать, потоки воды изменили свое направление, подтопили лес, на окраине лес рухнул. И это абсолютно не проходимая территория, потому что ни вездеход, ни человек, ни лодка, как бы здесь не может. Вот таких территорий мы стараемся избегать. И избегать сосняков, которые я показал на предыдущем снимке. Потому что вездеход, в виде изменить этим территориям ломает сосны, такого особо нельзя допускать. И получается, что путь надо выбирать заранее. И этот путь должен продвигать по открытым пространствам. Спасибо, Абония, за помощь. Ну, в общем-то, вот такие вот ситуации, они, конечно, нечастны. Стараешься как-то обойти, но случаются. Тебе или водителям часто кажется, что вот здесь можно проехать секунда. И экспедиция не то, что заканчивается, а сильно осложняется. Поэтому скорость передвижения на нашем таком транспортном средстве, которое не вырушает макалу паку, она получается где-то 10-12 километров в сутки. А поэтому для того, чтобы доехать до того самого геомопитмазера по уконкурсу мы потратили несколько дней, а всего-то 30 километров. Помните, я вам рассказывал об островах, этих островках леса среди ровного пространства болот? Вот такие островки, например, это место и ночлега, и исследования, потому что каждый такой островок и такой особенный лес, который развивается тоже по своим законам. Я сейчас покажу несколько примеров островок. Ага. Так, вот как острова выйдут с воздуха. Представьте себе. Настоящий высокий лес. Можно быть очень высокий началом, достаточно мощный. И его всего диаметра может быть 20 метров 50 метров. И за эти 50 метров можно увидеть самые разные вещи. И кусочек черно-отшаника, который упал кожевым болотом. И потом дальше идет у нас нормальный листинный вес, а в серединке полярка какая-нибудь, заросшая травином растениями. Это очень интересно. И на таком коротком участке получают достаточно большие разнообразия. Бывают острова, которые, так сказать, такие, я не знаю, в данном случае отойду от биологии хвощи, свежие ванночки, такие вот, зеленые, очень прям, не знаю, сочистью какой-то, подкупающие. И рядом там лисы норы, и мисдол какое-нибудь. то есть на таком очень маленьком участке. Или вот, например, остров хвощальный. Он весь покрыт вот таким интересным хвощом. Это хвощ зимующий, и он имеет твердую поверхность, насыщенный кремнием, и можно пользоваться как пленочкой для ногтей. Конечно, не единственное его достоинство, просто красивое растение, его очень сложно снимать, потому что сплошные палочки, 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 палочки. И вот найти такой изгиб такой, это просто идешь на такой патропеи, и смотришь, что летнуло, что-то отличающе, синтетичное. Вот, это наш кадр. Волода наступает на самом деле сейчас на острова, и многие из них, еще лет сто бывшие достаточно такими дверканными участками земли, сейчас уже подтопляются. островы. И вот видите, старый лес, морщий лес, который здесь был когда-то упадает, на его месте вторичный лес такой, но истинный, а все равно уже везде вода. То есть, через какое-то время, лет, через 100, через 150, может быть, там ничего и не будет. То есть, может быть, это будет ровная поверхность болота. на островах часто находятся предыдущие крупные животные. Чем дальше от минерального берега, тем меньше комаров. И слепней и прочие всякие предназначения, которые очень наслаждают не только людям, естественно, которых того быть не должно, но и животным. И вот животные спасаются в центре болотного массива. Это самый известный остров болотный, системы остров движения, приветствуют. И с ним связано много тайн, историй, каких-то исторических, каких-то моментов. Самое интересное, что он всегда находился непонятно где. То ли в сплощине, то ли в Кавгородчине, то ли в одной области, когда не было областей. Это были еще другие, более старые административные образования. Люди до этого острова не подходили никак. Никак не могли понять, его не летели. И вот он был ничейным таким. А вот через этот остров, который тоже даже не остров, а затопляемая территория, проходит река. Попуховой водоток спускается с болота, столкнулся об остров, должен был вроде разлиться, но в конце концов, через несколько сотен до тысяч лет, он управляет свое русло, открытая вода течет, выходит с острова, и снова норяет в болото. Ну и конечно на островах мы можем увидеть много птиц. опять же, тоже всегда в кадре показатель я снимал и снимал дятлы на самом деле. Я стала смотреть материал и смотрел вот там скворец. То есть дупов-то мало, и вот они конкурируют на этой небольшой территории друг с другом, и получается, что в кадре случайно оказывается несколье. На островах очень хорошо живут, чувствуют себя ели. Они там настолько мощные, я сравнивал одну из елей, которые выделили вот как этот стол, вот такой вот, таком ли ствол, а потом, когда лесоводы промерили возраст, оказалось, что вот этот ствол это 70-летняя ель. На яркое солнце отсутствие сгенения со стороны других деревьев делает рост некоторых елей просто гранцких. И, наблюдая ели 400-летние, я увидел, что по толщине ствола ель в Таиге 400-летние, в Таиге и в Таиге в Таиге в Таиге и в Таиге примерно соответствует высоте и по мощности одной из наших 70-летних людей. Вот такой очень момент. Одна из достопримечательностей полисторской болотной системы это озеро. Они бывают целыми разными, но у них есть одна общая черта, они все глубина 4 метров и на 2 метра лежат остатки древней растительности сепропейли, которые остались в несколько тысяч лет назад. Это тоже знаковая древняя птица. Матереговый пикпатрик Чернозоба Эгнагары очень птица очень уязвимая. Она практически не умеет ходить по земле, она приспособлена для того, чтобы плавать. А это непонятная птица, она питается рыбой, прекрасный пловец, как бы сказать, но в связи того, что неплохо и развитие ноги, она должна гнездо свое делать на земле и просто с этого гнезда соскальзывает в воду, плывет, залетает с воды, а гнездо рядом с берегом. И рыбаки из попадания, они могут настолько легко проехать и расстановить это гнездо, что численность во время европейской и европейской погибы Гагар, которая живет не где-то в морях, а здесь жила когда, она катастрофически уменьшилась. 100-120 назад это можно было встретить в Подмосковье. Сейчас это невозможно. А, да, возле битвы это самое. Вернусь. Можно возвращаться к ключевым слайдам? Небольшая история. Во время экспедиции выночевали на берегу болотного озера в 6 часов утра с восходом солнца я встал и вдруг увидел, что две птицы плавают. Бинокр, ага, Гагария. Я их опротивил по отбелению по вот этому очень контрастному. И вдруг они поплыли прямо ко мне. Поплыли на расстоянии 20 метров. Нет, 20, наверное. Им было интересно, что это за существо находится на их территории. Я вообще заметил, что часто поведение птиц бывает такое. Они меньше, незнакомых бывает, рассматривают. Так что они любопытные. так что они любопытные. Продолжение следует...